Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Сегодня мы будем творить под предводительством суши-шефа ресторана «Огонек» Владимира Ермоленко, а наши гости – журналист и писатель Татьяна Таран. Здравствуйте! Все для дома в сети магазинов «Зеленый остров». Например, сковорода «Надобоседа» 24 сантиметра всего за 2599 рублей. «Зеленый остров» – больше, чем просто магазин. Итак, Владимир, для начала вам слово, что мы сегодня будем готовить. Рассказывайте. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим скоблянку с кукумарией и с медиуми. И будет наш фирменный салат «Астория» от ресторана «Огонек». Для этого нам понадобится сковородочка. Делаем сейчас нарезку. Делаем нарезку, а я напоминаю, что посуду для программы предоставил наш партнер магазин «Зеленый остров», а продукты, собственно, ресторан «Огонек». Итак, с чего мы начнем? Для начала нам нужно все нарезать. По традиции. Да, 80% готовки – это подготовка. И всего лишь 20% готовим, жарим, парим. Татьяна Гавриловна, я предлагаю вам, как гости, наверное, это сделать, а я пока буду задавать вам вопросы. А давайте лучше помидорку порежем. Давайте. Потому что я так ювелирно. Я понял. Вот помидорки лежат уже, все. Удаляем хвостик и режем кубиком, просто кубиком. Как хотите. Мы все равно будем тушить. У вас выходит новая книга. Так. Расскажите о ней, пожалуйста, когда уже можно будет попасть на презентацию собственную и прочитать. Сейчас наш су-шеф сказал такую фразу, что 80% подготовки и 20% непосредственно работы над блюдом. Над книгой то же самое происходит. 80% готовишь материал, изучаешь какие-то источники, обдумываешь все. И только 20% садишься и пишешь. То есть у писателя самая легкая работа – это писать. А все остальное читаем, изучаем, смотрим, готовимся, беседуем. Вот так и происходило и с моей новой книгой. Она называется «Владивосток по краю моря». И сегодня так хорошо совпало, что у нас морская кухня получается. Да, восточная. И иногда, когда пройдет наш шторм большой, то на берег любой бухты можно выйти и собирать плоды нашего моря. Я там видела и гребешки, и мидии даже, и какие-то ракушки, которым я даже название не знаю. Потому что у нас их много, ракушек, наверное, порядка там, ну, повар, знаете, 10-15 разных, да? У нас очень, да, большая флора-фауна морепродуктов и множество разновидностей моллюсков. Сегодня у нас будут, получается, и мидии, и кукумария. Это наше все дальневосточное. Да, да. Поэтому у нас сегодня такой, получается, абсолютно дальневосточный разговор и о книгах, и о кухне. Это прям совпало хорошо. Ну, что новая книга? Предыдущие книги, которые я выпускала в свет, они были художественные. Это вымысел, который рождается в голове писателя. Автор придумывает героя, придумывает характеры, придумывает ему одежду, внешний вид. То есть все создается в голове сначала у автора и потом переносится на бумагу. Таких у меня вышло книги уже три. Два сборника рассказов. Список мечт один называется, второй «Никто не ангел». А третья книга «Дорога на горностай» – это роман. Конечно, в каждой из этих книг тоже Владивосток и тоже море. У меня не бывает ни одного произведения, в котором нет моря. Это вполне оправдано для писателя, который живет также на краю моря. Можно сказать, что вы писатель-маринист. Нет, у нас есть писатели-маринисты очень хорошие. Например, Конецкий сейчас молодые появляются. То есть нет, я такие лавры себе не припишу. Я пишу прозу, можно сказать, социальной направленности где-то, о том, что происходит вокруг нас. И стараюсь делать такие типажи, которые… Узнаваемые. Узнаваемые, да. То есть чтобы читали люди книгу и понимали, что это сосед, или это дальний родственник, или это вообще какой-то очень близкий человек. А я знаю, что даже были истории, когда читали ваши произведения и узнавали в них людей, которых, собственно, на самом-то деле вы не про них писали, но настолько образы были в точку, да? Были же такие истории. Это больше всего коснулось романа «Дорога на горностай», который в прошлом году вышел, потому что мне даже говорили о фамилии. Они называли людей, это же вы, говорят, с него писали этот персонаж. Вот, нет, это все создается в голове автора. И если там Дорохов Сергей Семенович, то я думаю, что нет такого человека в городе, который бы еще и занимался яхтами. Вот, как бы так. А новая книга, она совершенно в другом плане написана. Я попробовала себя в другом жанре. Он называется модным словом «non-фикшн», то есть без сюжета. Это моя благодарность Владивостоку за то, что он мне, в принципе, дал все, вот что можно дать человеку. То есть он мне позволил получить хорошее образование в ДВГУ. Факультет филологический, а отделение журналистики было в то время. Дал мне хорошую работу. И я полностью реализовалась в профессии журналиста, специалиста по связи с общественностью. И по этому городу благодарна за, во-первых, профессиональную реализацию, а во-вторых, за людей, которых он мне подарил. Я дружу с людьми вот с момента приезда во Владивосток в 80-м году. То есть 40 лет, и у меня очень много друзей именно, которые сохранили отношения. Я с ними, они со мной. Это очень хорошо. Книга у вас об Эгершельде, насколько я знаю. А книга про весь Владивосток я не могу пока писать, потому что я не обладаю такими большими историческими знаниями, краеведческими знаниями. Но у меня появился интерес к этому, и я начала с малого, с Эгершельда. То есть Эгершельд – это у нас такое название микрорайона. На самом деле это полуостров Шкота. То есть географически на карте это вот этот вот микрорайон. Я в нем живу почти 40 лет. И, конечно же, там за это время схожены все тропы, какие только можно было обойти – к морю, к крестовой сопке, к маяку, к нашему любимому. Просчитать, сколько шагов от маяка до лэп, который находится. Ну, то есть как бы вот эти вот все вещи. И в какой-то момент пришло желание все это описать более детально, более подробно, и чтобы это было зафиксировано на бумаге, в книге. Потому что вот отдельные книги про Эгершель я не видела. Хотя место действительно потрясающее. И более того, ведь Эгершель – это одно из тех мест, с которых вообще начиналось развитие Владивостока. То есть вот как бы там, где у нас Триумфальная арка, это вот вообще была первая там, и улица Прудовая называлась. А место высадки мы знаем, где у нас Стелла стоит, в дне рождения Владивостока. Вот то есть как бы вот отсюда начинался город. Но постепенно он шел в сторону Луговой и в сторону Эгершельда. И Эгершельд заселялся. И вот книгу я начала, да, с самого начала. То есть вот как происходило заселение, что, что, как продвигалось заселение именно Эгершельда, какие возникали дома. Но параллельно я тут же веду разговор о том, что сейчас здесь находится. То есть это такое вот, знаете, такие волны погружения из истории в современность. И получается, что это не историческая книга, и даже не краеведческая, это просто вот моя любовь к вот этим ко всем домам. Как вы сказали, такая дань уважения. Дань уважения. И я обошла по краю моря, книга не зря так называется, по краю моря. Я начала свое путешествие от мор-вокзала. И сначала по восточному берегу, не берегу, а по восточному краю полуострова Шкота дошла до маяка, поднялась наверх на Токаревскую сопку, посмотрела там у нас памятник есть героям Хасана, посмотрела там пороховой погреб, который был построен в начале 19 века. Вот, описала его, сфотографировала. В книге очень много фотографий там и мои, и исторические. И еще мне подарили очень хорошие панорамные снимки сверху. Игершель смотрится на фоне синего моря. Просто вот великолепный такой вот полуостров. Ну вот, собственно, об этом книга. Мы уже, в принципе, все сделали. Нам сейчас осталось сделать доводку, немножко обжарить морепродукты. С корнишонами и залить томатным соусом. Это все прокипит минут 5, и блюдо будет готово. Так быстро. Мы даже не успели получить помидор. Сейчас помидор не дорезан. Да, но у нас впереди еще салат. Да, у нас салат сегодня. Мы все-таки поготовим. Такой вопрос. Как долго будем обжаривать морепродукты? Морепродукты очень быстро готовятся. Кукумарию, в принципе, можно сколько хочешь. Ее даже не обжарят, ее варят, а потом уже вводят в соусную основу. В мидии, ну, буквально минуту, и все. Только слегка термической обработке придаем, и все. А вот, Татьяна Гавриловна, к слову, вы пока еще нам не успели рассказать. Я знаю, что вы как раз, можно сказать, ну, специалист, наверное, на дальневосточной кухне. Ой, нет, это слишком громкое название для меня. Расскажите. Я любитель. Любитель. Но, тем не менее, вы увлекаетесь, изучаете рецепты, готовите. Расскажите об этом. Очень интересно, как у нас так сегодня совпало. Я вот даже хочу подглядывать, что делает наш главный сегодня герой передачи, потому что я вот кукумарию как раз-то еще и не готовила. У меня на Фейсбуке есть такой хэштег, писателя на кухне. Ну, это вот спонтанно, что я готовлю дома для родных, то я и выкладываю с этим хэштегом. Но то, что произрастает в Приморском крае или мы берем из моря, это вызывает всегда вот просто такой интерес у моих подписчиков. Например, такое происходило с стрелки чеснока. Простейшее блюдо, которое вот если с мясом приготовить, и вдруг это оказалось таким открытием. О, как интересно, мы тоже это хотим, мы тоже это попробуем. Я так понимаю, это читатели из других городов и регионов. В основном, да. То есть и для них вот кальмар. Как готовить кальмар? Кто-то говорит, нужно 20 минут варить. А вот давайте спросим нашего субшефа, сколько нужно кальмар готовить? Кальмар у нас это белковый продукт и готовится очень быстро. Я лично, я закинул в холодную воду, вот только выделился белок, водичка побелела, он уже готов, он уже готов к употреблению. Кипятить даже не нужно? Я не кипячу. Вот отлично. Это чистый белок, он очень получается мягким. А что скажете про трубача, про нашего великолепного? Я очень люблю тоже этот моллюск. Его нужно, ну, покупайте обычно его очищенным, но не готовым. Его то же самое, как и кальмар. Закидывайте в холодную воду, и вот прям рукой он начинает разогреваться и тоже выделяет белок. Вот он будет идеально мягким, вот чувствуете, что рука уже не может терпеть температуру, он уже готов. Вот, да. Можно, конечно, в лед это все закинуть. Она подписчица с Кипра мне сказала, вот именно этот рецепт, что нужно рукой проверять температуру воды. То есть она не должна быть прямо кипятить? Да, не нужно кипятить, нужно вот именно рукой. Я еще спросила, а доводить до кипения? Она говорит, нет, держите руку, пока ей комфортно. Как только руке некомфортно, то и ваш трубач. Но она мне при этом еще сказала, будете варить, разрежьте его обязательно вдоль, а не поперек. Поэтому такая вот полезная передача ваша. Восемь вкусов полезные, хэштег там, что там у писателя на кухне во Владивостоке происходит. Люди интересуются по всему миру. Получается так. Фейсбук вообще великолепная площадка для общения. Если мы здесь можем пойти в книжный магазин, купить книгу или пообщаться на встрече с читателями, с писателями. А за границей-то смотрит только Фейсбук, Инстаграм. Вот интересно, у вас действительно много подписчиков. И вы считаете себя блогером? Нет, блогерам нет. Блогер – это который все время себя вот так фотографирует слева, справа и сразу вот. Я уже не в том, как бы, ну, не знаю, нехорошо про возраст говорить, но каждый раз себя фотографировать немножечко сложно, понимаете. То есть надо выбирать ракурс и прочее. Нет, я себя считаю журналистом в первую очередь по образованию, по складу ума своего и по тому жизненному пути, который я прошла. Ну, а вот писательская стезя у меня не так давно проявилась. А вот расскажите, как? Как это произошло? Ну, вообще-то, я недавно помнила, что вообще первый рассказ я написала, когда мне было что-то около 30 лет. И у нас был такой журнал, выходил недолго, его выпускал Александр Иковец, прекрасный наш издатель «Русский остров». И также журнал назывался «Русский остров». Я написала коротенький рассказ. Редактором этого журнала была Слана Костенко. Она сейчас в Москве живет, но она работала здесь, в газете «Владивосток», преподавала на журфаке. Она его прочитала, говорит, какой хороший рассказ, мы его берем в «Русский остров». И все бы ничего, но был перелом эпохи, тот самый «Миллениум», и журнал закрылся. И мое произведение не было опубликовано. А, то есть она не успела? Она не успела, и я не началась как писатель. А о чем был этот рассказ? Ну, что-то там про отношения. Вот, в принципе, то же самое, что и сейчас. Я люблю писать, разбирать всякие жизненные ситуации, что происходит, и как люди себя проявляют в каждый момент. А жизненных ситуаций бывает много разных, и не всегда приятные. Иногда они трагические, иногда они веселые. И вот мне интересно разбираться в сущности человека и его взаимоотношения с окружающим миром. Ну, и тот рассказ небольшой, там, может быть, на две странички был. А потом все это как-то ушло. Я ушла в работу, в семью, и первая моя книга вышла в 2014 году. Хотя к этому времени уже были написаны несколько рассказов. Мы все запассировали, соединили и затушили. Здесь, получается, у нас лук, морковь, сладкий перец желтый, корнишоны, мидии, томатный соус. Томатный соус на основе помидоров. Ну, в принципе, ничего. То, что мы как раз с вами нарезали. Мы делали просто нарезку кубиком и добавили. Натуральный и без добавок. Да, без добавок. Кориандр молотый. Затягиваем все сливочным маслом. Ну, в принципе, все. И перец. И опять же, важный момент. Давайте еще раз проговорим, как долго необходимо все вместе тушить. Вы знаете, тут уже все, в принципе, готово. Уже можно выкладывать, пробовать и вкушать эту прекрасную. Ой, какая прелесть. Но пробовать мы будем чуть позже. Потому что у нас впереди еще целое блюдо. Ну, в принципе, здесь 4 порции. Без проблем. Очень хорошо с рисом. Но рис мы сегодня, к сожалению, варить не будем. Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. Мы закончили нашу скоблянку. Сейчас мы будем делать наш фирменный салат «Астория». Нам для этого понадобится, можете в принципе резать помидорки. Давайте я вам одну покажу. У нас очень классика. Помидорки вот такая нарезочка у нас. Послуженнее. Вот вам образец. В принципе можете резать. Таких нужно порезать будет 10 штучек. Один есть, осталось 9. Я предлагаю так. 5 режете вы и 5 я. Окей. Рецепт соуса прост. Берем наршарап гранатовый, сироп. Берем немножко варчестер, английский фиш соус. И оливковое масло экстра вержин. Все это, я так понимаю, мы сейчас будем смешивать. Да, мы будем это смешивать. Все просто. Можно ложечка в принципе мерной. Ложечка это 10 грамм. Нам нужно 30. Дальше. Ложечка варчестера. 10 грамм варчестера. Я посчитала. А я пошутила. 6 штук. Зато по-честному. Соусы это, конечно, соусы решают все. Вот так можно сказать. Изначально. Правда? Конечно. Оливковое масло лью на глаз. Ну, 50 грамм минимум. Мы сегодня не показываем вашу книгу, да, только потому, что она в пути, насколько мне известно. Книга издана в Москве, Владивосток по краю моря. И сейчас она путешествует из Москвы в Владивосток. То есть, логистика такая, да. А когда будет презентация книги, когда ваши поклонники будут? Планируется 17 апреля. Дата определена. Но пока еще нет вот точной договоренности. Но будет не одна презентация. Я так думаю, что в Русском географическом обществе у нас состоится презентация. Это, поскольку я являюсь членом этой организации. Да, и уже я звонила. Вот как раз на 17 апреля предварительная договоренность именно в библиотеке Русского географического общества. Ну, обычно еще в магазине проводим, потому что люди приходят и с удовольствием тоже слушают. И где-нибудь в библиотеке. Ну, в библиотеку я попрошусь на Гершель. Там у нас есть прекрасная библиотека номер 10 на Верхней Портовой улице. И приглашу еще жителей Гершель. Ну, вот как-то так, я думаю. Так что приходите. Я думаю, что на Фейсбуке все смогут увидеть. Когда все-таки точно состоится презентация и не одна. Поэтому приходите обязательно и как раз увидите новую книгу. Это такая очень серьезная и большая работа. Ну, работа всегда большая над любой книгой. Конечно, безусловно. Но тут вы еще и хотите же, чтобы все было максимально достоверно. А как много времени на это ушло. Я так понимаю, что вот этот, может быть, период как раз 2020 года не самый такой простой для нас. Вы, наверное, как раз и провели, собственно, за написанием книги. Я так скажу, что я последние 7 лет только и занимаюсь, что пишу книги. Поэтому у меня год за годом, да. Ну, где-то получилось в целом год. Книгу прочитали в рукописном варианте председатель нашего общества Алексей Михайлович Бойков, председатель Приморского отделения Русского географического общества. Поэтому так, это мой дебют. Я несколько волновалась, чтобы как-то это не выглядело на фоне наших прекрасных краеведов. Ясамудинова, Месь, которая, конечно же, имеет большой опыт написания книг о Владивостоке. У меня дебют, и были такие сомнения, получится или нет. Ну, в общем, Алексей Михайлович прочитал и сказал, нормально. Вот, что-то поправил немножечко. Я выражаю благодарность. Ему у меня еще один член РГО прочитал эту книгу. Я вообще всегда, когда книги уже готовлю к отправке в издательство, стараюсь найти специалистов, таких, которые могут мне указать на какие-то несоответствия. Например, там, книгу «Никто не ангел». У меня читали майор милиции, врач, нейрохирург. То есть какие-то вещи, в которых я не могу быть компетентна до мелочей, я привлекаю консультантов. И все на добровольных основах мне помогают знакомые в основном. В книге «Барышня и капитан» – это повесть, которая вошла в книгу «Список меч», там у меня балерины прочитывали, потому что балетная лексика, она специфическая, а еще больше специфична сама жизнь балерин. Поэтому там я вот привлекла нашего хореографа из хореографического училища, которое у нас детское на фонтанной. Вот, то есть как бы писатель не может все знать, стремится, но когда добавляются такие нюансы от профессионалов, текст выглядит достовернее, и читатель верит в эту историю. Соус у нас готов. Здесь наршарап, варчестер, оливковое масло «Экстравержин», морская соль и перец «Фрэш». Для салата у нас используются черрики, авокадо, я его уже почистил. Также используются белые грибы и креветка тигровая. Сейчас мы можем, в принципе, собрать салат и потом в конце обжарить креветку. С салатом ничего не случится, так как он холодный. Авокадо можно порезать также кубиком, можно порезать слайсом, как вам нравится. Вы наверняка знаете, Владимир, как правильно выбирать авокадо. Это такой момент, да, расскажите. А где его выбирать, здесь или за границей? Нет, ну, конечно, здесь. Хочется такой лайфхак подсказать нашим зрителям. Хорошо, лайфхак. Вы когда берете авокадо, если оно прям идеально спелое, просто потрясите его. И косточка будет, ну, уже отходить. Отходить, да? От мякоти. От мякоти. И она будет слышно. Слышно, да, тык-тык-тык, такой звук. То есть авокадо будет идеальным. То есть, и, конечно, оно не должно быть, да, как-то нарушено, не должна быть поверхность. Да, поверхность должна быть ровная, немножко, ну, если вы почувствуете, вот, небольшой нажим, если оно упругое, мягкое, но не совсем. Если сильно мягкое, тоже плохо. Это уже на соус, на гуакамоле пойдет, если очень мягкий авокадо. Должен быть, ну, вот, нажим легкий. Ну, средней такой мягкости. И мы сегодня говорим, безусловно, о ваших книгах. Вот есть ли у вас любимая книга, может быть, о Владивостоке или какая-то другая? И есть ли какое-то любимое блюдо из ваших рецептов дальневосточных? Очень сложный вопрос. Любимая книга. Это всегда сложно. Это всегда сложно, потому что, при слове, какая у вас любимая книга, я понимаю, что люди тут же как бы скажут, наверное, мы должны почувствовать какая-то рекомендация уже получается. Рекомендовать и советовать, вы сами знаете, что это последнее дело. Конечно. Ну, я читаю очень много. Сейчас у меня дома открыто на кресле лежит книга исследовательская об Арсеньеве. Я прочитываю, потому что у нас вот юбилей скоро будет, мы будем отмечать в крае. Вторая книга у меня – это «Смутные времена», небольшой такой роман Касселя. Он англичанин, и он был на переломе эпох в 1920 году, когда здесь вот были такие интересные события. Я вообще считаю, что, наверное, вот период 18-22 год, хотя он был трагичный, но он был очень насыщен интересными событиями, и мне сейчас это очень интересно. Вот, ну, также читаю и билетристику, и всех современных наших, и Водолазкина читаю, Яхину читаю, и обязательно читаю всех наших местных авторов. Мы жарим креветку для нашего салата. Я немножко подрезал, чтобы она прожарилась. Жарим на индукционной печи, ей надо уметь тоже пользоваться, она очень мощная. Моментально налевать. Моментально, да. И вот видите, наш повар, он кладет каждую креветочку отдельно друг от друга. Мне кажется, очень важно, чтобы они не соприкасались. Это правда? Что слипнутся, да, наверное? Да не, не слипнется. Так будет правильнее. Вы не используете, я хочу подметить, никакую панировку. То есть просто на масле обжариваем свежайшую креветку. Да, все правильно. И это будет вкуснее всего. Можно немножко добавить розмарин. Чуть-чуть. Так, это такая выкладка салата у нас. Да, мы начинаем снизу и вверх пирамидкой будем выкладывать. Есть множество видов. В зависимости от посуды. Была бы прямоугольная, мы бы в длину выложили. То есть каждое блюдо можно, фантазия должна играть у человека. Смотрите, как. Как хотите. А тут круглую, сделаем пирамидку. Как есть выражение, среда формирует, да? То есть и здесь тоже. Смотря какая тарелка, какая среда. Мне кажется, вообще в еде очень важно, чтобы блюдо выглядело эстетично. Обязательно. Мы едим глазами, потом чувствуем запах, аромат, а потом уже вкушаем еду. Мы обжарили морепродукты, добавили немного белых уже обжаренных грибов. То есть грибы с морепродуктами – это хорошо? Это, ну вот именно в этот салат сочетаемо. Сочетаемо. Потому что для меня это новое, новое для меня это информация. Вот, к сожалению, у нас мы получаем ограниченный ассортимент книг. И у меня даже заказы поступают вот от моих знакомых, когда я еду в Москву. Привези такую книгу, привези такую. Что-то можно выписывать через, конечно, через вот эти интернет-магазины. Но не все попадает в интернет-магазины. Вот так, допустим, там, допустим, вот интересную книгу у меня недавно заказали. Женщины Маяковского. Вот, понимаете? Это судьба поэта через его отношения. И вот я ее привезла из Москвы. На книжных ярмарках там ведь не только новинки, но и такие книги, которые... Вот они вот маленьким тиражом издаются, раритетные. И ходишь, я там просто... Хорошо, что они три дня идут, эти выставки. Есть время, чтобы отыскать что-то интересное. У нас тоже книжная ярмарка вот в этом году проходила. Печатный двор. Прекрасное мероприятие. Все люди, которые заинтересованы в чтении, вот есть такие маяки. Это книжные ярмарки, презентации. Сейчас еще литературный фестиваль у нас. Литературный фестиваль тоже. Это очень хорошее мероприятие, потому что нам его, конечно, сюда привезли из Москвы. Это прям всколыхнуло книжную нашу всю тему. И в очень позитивном ключе, потому что о наших авторах стали узнавать не только в Москве, но, допустим, даже и за границей. Во Вьетнаме, в Китае, из Японии приезжали, из Южной Кореи. На фестиваль приезжали переводчики, приезжали издатели, приезжали авторы. Вот я лично подружилась с вьетнамской писательницей и с китайской переводчицей. Ну, как переводчицей, она директор института иностранных языков. И ваша книга, я знаю, переведена? Одна из ваших книг? Там получается так, что из двух книг взяли четыре разных рассказа и перевели на китайский язык. И сделали «Альманах». То есть там не только мои персональные рассказы, но «Альманах» и других тоже авторов дальневосточных. И я уже видела обложку, симпатичная. Мне пообещали пять авторских экземпляров на китайском языке. Я не знаю, что я с этим буду делать. Ну как? Ну это очень интересно на память. Я, наверное, подарю, может быть, или школа, которая изучает китайский язык, потому что там наши авторы, не только я. Ну, посмотрю, как там выглядит все это на китайском языке. Хочется отметить, какой потрясающий цвет у наших блюд сегодня, действительно. Вот это не надо долго тушить. Сочетание оттенков великолепное. Так, так, так. Именно все должно быть быстро приготовлено. Скоблянку-то на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь по истории, нам китайцы. Ну, завезли, на русском острове ее готовили. И вот скоблянка с русского. Вот этот рецепт именно, да? Нет, этот рецепт уже а-ля. Это уже переработано, уже мной. Про само блюдо, будем так говорить, да? Вариации. Да, вариаций-то много. Для ваших рецептов тоже, насколько я знаю, важна именно скорость приготовления. Вы делаете акцент, да? Там даже нет столько скорости, сколько я пытаюсь дать простоту изготовления, чтобы женщины не проводили половину жизни на кухне. Простота, простые ингредиенты и простой способ. На кухне у писателя. На кухне у писателя. По этому хэштегу можно посмотреть секреты приготовления, рецепты приготовления интересных дальневосточных блюд. Да. Ну что у нас? Два горячих, два холодных. Салат Астория. Скоблянка с морепродуктами. Можно так. Давайте пробовать. Нам не терпится. Постарайтесь захватить все на вилку. От рукколы до помидора до креветки. Очень томный соус получился. Томный. Такой вот и не кислый, и не сладкий. Нейтральный. Томный. Это, знаете, вот потомить, да? Еще такой томный взгляд. Он глубокий вкус у него. Да, вот такой необычный совершенно вкус. Салат прям на 10 из 10, я считаю. Очень вкусно. Великолепно. Здесь все мое любимое. Грибы, креветки, салат руккола и орешки кедровые. Как сегодня все совпало, да? Просто прекрасно, да. И главное не убить овощи, то есть не надо их долго тушить. Как говорил сатирик, вкус специфический. Вкус специфический, да. Тает. Все для дома в сети магазинов «Зеленый остров». Например, сковорода «Надобоседа» 24 сантиметра всего за 2599 рублей. «Зеленый остров» больше, чем просто магазин. Сегодня в копилку Татьяны Гавриловны новые рецепты попадут. Дальневосточные рецепты. Владимир, спасибо вам огромное за то, что сегодня научили нас готовить эти вкуснейшие блюда. Вы, наши телезрители, можете посмотреть еще раз и также приготовить эти рецепты благодаря нашей программе. Татьяна Гавриловна, хочу вас поблагодарить, что нашли время и пришли к нам сегодня. И, конечно, с выходом новой книги «По краю моря» тоже хочу вас поздравить. Спасибо. И вам большое спасибо. Спасибо вам. За науку. Это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Пока-пока. Пока-пока. Тут Субтитры сделал DimaTorzok